ребята привет в этом ролике я постараюсь подробно и понятно рассказать о том как прошли наши соревнования 3 мая 2019 года сначала будет небольшой слайд-шоу потом вы полностью увидите всю мою стрельбу в открытом классе без нарезки но с замедлением видео то есть вы будете видеть как летит пуля и в конце с 35 с половиной минуты вы увидите награждение ну что могу сказать соревнования прошли великолепно было 43 участника и насколько мне известно в очных соревнованиях россии это получается некоторый рекорд потому что ни одни соревнования в одном виде соревнования в одной дисциплине не собирали такого количества участников если я ошибаюсь скажите мне об этом но напоминаю мы говорим про очные соревнования по пневматике приступ по стрельбе на открытом воздухе это очень важно поэтому для клуба востока и для меня лично это такая веха и это достижение в общем то есть чем гордиться надо отметить что за несколько дней до начала соревнований стало понятно что наш главный судья игры окончательно разболелся и к сожалению не сможет судить и для меня конечно это был очень большой удар потому что по сути его функции на себя пришлось взять мне это и подготовка мишеней и расписание всех соревнований график соревнований составление ведомостей распределение стрелков по сменам по линиям ну в общем это колоссальный объем работы и конечно на него было израсходовано много времени отдельно надо отметить огромную помощь нашего спонсора сергея кима и эр stone rifles потому что он помог и с хелперами ребятами которые все четко делали бегали меняли мишени своевременно помог судейской бригады которая осуществляла подсчет очков ну и конечно первоклассные призы честно скажу ну может быть я человек с испорченным мышлением но я постоянно задаю себе вопроса собралось ли столько людей если бы не было таких призов или если бы участие в соревнованиях было платное ну хочется всегда думать в наиболее хорошем ключе о людях и что люди действительно тянутся к спорту они к халяве и к наградам но у меня есть небольшое сомнение ну это мои мысли в конце концов могу же я их высказать правда я очень радею за популяризацию наших видов спорта это стрельба на открытом воздухе из пневматики на дальние дистанции и делаю для этого все и буду делать для этого все пока у меня будет такая возможность поэтому наши соревнования были бесплатные поэтому мы сделали такую систему классов чтобы абсолютно любой человек с любой пневматика мог прийти найти себе класс и в нем пострелять и очень хочется надеяться что поэтому к нам приехала столько людей у нас простые понятные правила также необходимо отметить что на приехал огромное количество стрелков из регионов россии из разных городов россии это и ахтубинской волгоград и смоленск но москва московской области естественно ближайшей области в общем народа было действительно много интересно даже максим из ростова приехал у которого ник на оргах стрелок первоклассный стрелок и изначально я понимал прекрасно что он будет нам составлять огромнейшую конкуренцию потому что него колоссальный опыт стрельбы полотелыми пулями на стрельбище я приехал на наше поле где у нас стрельбище за день до соревнований для того чтобы все организовать и расставить все мишени столы которые у нас есть в наличии чтобы стрелки приехали уже на готовое и надо сказать что несколько человек поддержали мою идею также были в поле и ночевали в поле и на следующий день с утра когда начали проезжать стрелки они уже могли спокойно начать пристрелку и времени на пристрелку было более чем достаточно ни от кого я не слышал что мы не успели пристреляться этого не было это здорово было несколько минусов по организации которые безусловно признаю но здесь мы ничего не смогли поделать мы планировали повесить мишени на стену плача виде веревок то есть скрепить две мишени между собой степлером и повесить их на веревке но ветер был такой силы что просто срывал мишени и повреждал их поэтому мы были вынуждены отказаться от стены плача но данную недоработку мы загладили тем что раздали всем стрелкам мишени и каждый стрелок мог протестовать какой-либо результат тем более что на подсчете были люди без огромного опыта могли допускать ошибки и после окончания соревнований когда судьи завершали обсчет мишени последней смены я сел и каждый случай каждую жалобу лично разобрал и абсолютно все случаи трактовались в пользу стрелков насколько я помню ни одного недовольного человека не осталось соревнования прошли очень классно очень здорово честно скажу устал устал потому что сразу после соревнований мы начали подготовку мишинного поля к соревнованиям следующего дня к варменту но это будет другой ролик а сейчас давайте мы с вами посмотрим то как проходила стрельба то как я видел всю картинку через прицел то какой был ветер потому что вы увидите направление камеры на флаге и по которым я работал ну и также сможете посмотреть со стороны как все это выглядит потому что еще одна камера снимала всех стрелков ребята спасибо вам огромное за просмотр я надеюсь данное видео будет вам полезно и с точки зрения обучения стрельбе на дальней дистанции так как вы видите как я стреляю как я беру поправки несмотря на то что я не смог взять призовых мест в открытом классе на все три места взяли ребята с полотелыми пулями но этот эксперимент осознанный и мы его проводим только в этом году я абсолютно верю что в будущем году мы выделим полотелы в отдельный класс почему мы сейчас стреляем полотелы в открытом классе вместе с тяжелыми валанами и пулями весом больше 1,4 грамма нету какой-либо подтвержденной статистики говорящий о том что в условиях открытой местности валан не сможет побить полотел есть только предположение мы осознанно пошли на этот эксперимент один сезон мы отстреляем валаны тяжелые валаны и полотелы вместе и это позволит установить определенное соотношение по количеству выбиваемых очков потому что в тире когда мы проводили предыдущие соревнования первый этап кубка airstone rifles все первые места взяли именно винтовки на валанчиках в этот раз в очень сильный ветер а ветер был действительно до 8 метров в секунду порывами все места забрали полотельщики с хорошими классными подготовленными винтовками так что есть о чем подумать и я надеюсь что это все будет вам очень полезно спасибо ребята подписывайтесь приезжайте к нам на соревнования мы всегда рады новым участникам и рады видеть старых друзей всем пока а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот это интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА